Начало первого в нашем городе, это начало второго часа дневного разворота, заряженные осознанием могущества профсоюзов, мы с Анной Лапшиной переходим к другой теме. Могущество русского языка. К могуществу русского языка. У нас многонациональная сейчас команда собралась в студии, будем сейчас всех потихоньку представлять, но тему для начала обозначим, все-таки о чем мы будем говорить. Да, говорить мы будем о проекте «Русский онлайн». Мы уже встречались по этому поводу с представителями Вятского государственного университета, именно этот вуз, опорный вуз нашей области реализует этот проект. Будем говорить чуть более подробно и будем говорить уже не только с носителями языка русского, я бы так сказала, а с представителями других национальностей, которые говорят по-русски, учатся на русском языке, получают разные совершенно специальности в нашем Вятском госуниверситете. Итак, в нашей студии Анна Челкова, студент-филолог четвертого курса факультета филологии и медиакоммуникации. Вятга Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Сейчас вы напомните, вернее, что же такое проект «Русский онлайн». И вместе с вами ваши коллеги-студенты, уже представители других стран. Аврам Симич, магистрант направления экологии. Вы из Сербии, Аврам. Добрый день. Добрый день. Далее более экзотическая страна Конго. Эрик Манзой, магистрант направления мастер и деловое администрирование. Эрик, добрый день. Здравствуйте. Да, я уже спросил, Эрика, где он так успел загореть. И еще одна представительница, наша студентка, представительница Китая, Лучан. Здравствуйте. Здравствуйте. Нихао. 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 Вот сейчас эта болезина порадовалась, наверное. Да, у нас была программа лингвистическая, китайский язык мы там тоже немножко изучали. Лингофон. Итак, давайте напомним о том, что же такое проект «Русский онлайн». Анна, и в какой сейчас стадии реализации находится все это дело? Да, сейчас как раз проект «Русский онлайн» переживает такую стадию тестового режима. Уже неделю как сайт запущен, и как раз идет подготовка и сбор материалов в первую очередь. То есть все эти материалы уже выносятся на сайт, уже он спроектирован, он имеет скелет, то есть уже идет наполнение как раз. В первую очередь нужно сказать о том, что этот проект направлен на популяризацию русского языка, русской культуры, русской истории, русской литературы во всем мире. Не только в нашей стране, но и за рубежом в первую очередь, конечно же. И в планах у нас, кроме создания этого сайта, проведение международных курсов для преподавателей русского языка и литературы, тех, кто преподает русский язык как иностранный уже в своих странах как раз. И в скором времени они должны уже на следующей неделе приехать, первые наши гости. Вот насколько я знаю, и в Сербии будет преподаватель русского языка и литературы. И уже им будут проводиться некоторые семинары по повышению квалификации. Ну, когда мы раньше говорили, об этом заявок было очень много. Мы выяснили от преподавателей русского как иностранного в других государствах. Там огромнейший список просто стран, включая Австралию и так далее и тому подобное. Они все приедут? Да, должны. Все приедут? Хорошо. На любого человека, да, любой человек может поучаствовать, собственно, в этом? Да, конечно. Этот сайт направлен не только. Свои силы попробовать в русском языке? Да, он направлен не только на иностранцев, но и может помочь родителям, допустим, в обучении детей русскому языку. И даже обычным носителям языка будет, наверное, не помешает повторить некоторые знания, получить некоторые навыки, потому что русский язык — это язык очень сложный. Сложно объяснить, допустим, иностранцу, почему у нас идет чередование свеча, освещение и свет. Правда? То есть если мы хотя бы немного с детства слышим все эти чередования, как-то привыкаем, то я однажды была свидетелем, как Марина Валерьевна Дегтярева пыталась студентам из Конго как раз объяснить, как это так получилось. Что буквы меняются. Да, что буквы меняются в русском языке, и не меняется при этом значение лексическое слово. То есть, конечно, и для родителей будет полезно, и для взрослых носителей языка, и для иностранцев, и для детей. Потому что там будут и лингвистические игры, и всяческие тесты. В общем, пока сайт в тестовом режиме сейчас работает. Пытались тут открыть сейчас его, найти через поисковики. Через поисковики он пока не генерируется каким-то образом. Но я думаю, что в ближайшее время появится. Конечно, я думаю, что будет анонс в любом случае, что он уже заработал. Все могут познакомиться. Может, конкретный пример все-таки приведем. Вот я решил проверить свое знание русского языка. Что я там могу на сайте? Там будет четыре раздела. Четыре раздела. Они очень интересно называются. Сразу обращают внимание на себя. Это раздел «Цветик-семицветик». Будет содержать методические разработки для преподавателей русского языка, как иностранного. То есть любой преподаватель может найти там и конспекты уроков, и какие-то методические разработки в плане игр тех же лингвистических. Ну, то есть все, чтобы облегчить. А почему такое название? Кому-то вот так захотелось. Это сложный вопрос, да. Это сложный вопрос, но это такая вот русская игра языковая, можно сказать. Следующий раздел «Жар-птица». Русский язык для детей и взрослых, именно как носители языка. Следующий раздел называется «Матрешка». Это уже русский язык для иностранцев. То есть это тот раздел, который будет интересен как раз нашим сегодняшним гостям в студии. Это все в раке, простите, что сайт не работает. Работаешь ли? Работаешь ли? Русский онлайн.ком все-таки. Все-таки ком. Ну, конечно, если он же должен быть доступен и для тех, кто за рубежом. Вот все вижу, и цветик, семицветик, и жар-птицу вижу, и матрешку. Дальше давайте. И следующий раздел «Березка» — это карта образовательных ресурсов. То есть все вот эти методические разработки, которые будут собраны и собираются до сих пор со всех преподавателей русского языка, не только в Кирове. Мы послали заявки, запросы в другие вузы. Сейчас они как раз загружаются на этот сайт. И чтобы это было удобно, доступно, вот сделана такая карта методических ресурсов. Дальше. Дальше. У меня перед глазами, я все знаю. Владимир, да. У меня не перед глазами, там-то и дело. Так, «Березка», «Русская птица-тройка», «Живая история» еще есть разделы? Да, это уже не совсем как разделы там идут, по-моему. Сервер проверки грамотности есть? Да, ну как раз и для носителей русского языка очень нужны вещи. Раздел «Балалайка», я пока не могу понять, что это такое. «Балалайка», просто главная страница пока только работает. Ну вот, вполне. А, нет еще ссылок, скорее всего. Да, нет еще ссылок, гиперссылок еще никуда не переводят. Сервер семантических и сочетаемостных соотношений слов. Боже мой, что это такое? Вот это, я думаю, уже все-таки... Вот это иностранец точно не выговорит. Русским бы понять, что это такое. Да уж. Еще есть «Живая история». Ну, в общем, такое наполнение достаточно приличное, я смотрю. Ну, то есть, конечно, в планах не только, чтобы это был ресурс для изучения русского языка, но и для изучения истории, литературы и культуры русской в целом. А как, да, вот, кстати, как насчет продвижения в мире русской культуры, литературы и так далее? Благодаря чему продвигать-то будем? Ну, так как? Любые тексты, любые материалы будут содержать, я думаю, что в первую очередь, какие-то патриотические, возможно, вещи, да, и этот ресурс все равно должен быть наполнен и русской поэзией, в первую очередь, это такая очень важная вещь в нашей культуре, русская литература в целом, да, проза, я имею в виду. Любой иностранец называет русских писателей, Толстого, Достоевского, Чехова, это три. А Пушкина? А вот странные... А вот Пушкина не знают, да? Нет, Пушкина знают. Вот, допустим, в Китае у нас очень любят Пушкина. Очень любят Пушкина в Конго. Александр Пушкин? Сергеевич, что-нибудь из Пушкина знаете? Лу, Эрик. Да, Пушкин очень известный русский писатель. Нет, вы нам прочитайте сейчас что-нибудь из Пушкина. Ну, в годе. Ну, что-то как на экзамене. Я вас люблю. Я вас люблю. Любовь еще, быть, может. У души мои угасли не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу вас больше... Я не хочу печалить вас. Я не хочу печалить вас ничем. Браво. Отлично, отлично. Ну, в Сербии, я думаю, Пушкина знают, наверное. Да, конечно. Конечно. А он в школьной программе как-то? Или как вы это изучили? Да, просто мы по-китайски читали в Китае. Потом в России еще... Даже Пушкина в переводе на китайский язык. Конечно. И еще Гоголь, Чехов и Редмондов, и еще Максим Горький. Да, очень известные писатели. Но я знаю, что у китайских школьников есть возможность изучать русский язык. В настоящее время можно выбрать. Я прав? Да, но большинство мы учимся английскому языку. English все-таки. Но некоторые они учатся русскому языку. Мне кажется, на севере Китая, наверное, должно быть распространено изучение русского языка. Да, потому что границы же проходят точно так же, как у нас на Дальнем Востоке. Очень активно изучают китайский язык. Да, конечно. Мы соседи. Да, да, да. Нам пора сделать небольшую паузу, затем мы подробнее все-таки с ребятами-студентами поговорим, что их привело сюда, в наш город. Почему такой интерес к русскому языку, к русской культуре. И не холодно ли здесь Эрику? Привемся. Мне кажется, ему, наверное, и холодно. Продолжаем нашу беседу. Аврам Семич, магистрант направления экология из Сербии, студент Вятского государственного университета, также студент и магистрант Эрик Манзо из Конго. Лучан из Китая тоже магистрант. Анна Челкова, студент-филолог четвертого курса факультета филологии и медиакоммуникации. Но, видимо, магистратура впереди еще, да? Ну да, конечно. Как без нее сейчас. Давайте с ребятами поговорим. Аня, задавай вопросы, интересующие тебя. Как выпускницы тоже филологического факультета. С Лома уже познакомились. Да, я бы хотела все-таки, наверное, к Эрику обратиться, потому что я перед перерывом, перед уходом нашим спрашивала, не холодно ли ему. Как вам наша русская зима? Русская зима очень холодная, но мне нравится. Эрик, я вот просто немножечко не в курсе. Вы первый год у нас в этом, первый год, да? Но я вас должна предупредить, дальше будет хуже. Дальше будет хуже. Первый год, в смысле, с сентября вы, да, обучаетесь? Да, да. Еще три месяца. То есть все впереди. Русская зима еще впереди. Я вспомню просто случай, когда у нас в программу «Союз нерушимый» тоже приходил уроженец Конго, мы с ним беседовали. Он сказал, что я как раз приехал и вот вышел из поезда и видел снег впервые. Но вы чуть раньше приехали. Снег уже здесь застали, когда он пошел. Впервые снег видели? Да. А что вы закончили непосредственно на родине? Раз сюда уже в магистратуру приехали учиться. Я на родине закончил просто образование. По сравнению, ну как это, аналогия нашего среднего образования или что? Общего среднего. Школа или колледж? Университет. А, университет. То есть вы бакалавр. Да, бакалавр. Бакалавр. Как так получилось, что именно вы в Киров магистратуру приехали учиться? Ну, понятно, что было желание продолжить учение, да? Да, да, да. Я приехал сюда. У меня есть друг, который меня пригласил. И я думаю, что образование здесь по сравнению с другими странами, это дешевое. И российский диплом принимает почти в весь мир. Да ладно. Вы сейчас лукавите. Чего здесь сижу с российским дипломом? Надо срочно рвать за границу. Показывайте его. Так, друг, который вас сюда привел, он ваш земляк тоже, да? То есть тоже из Конга, просто он здесь получал здесь образование и сказал, давай поезжай сюда. Это правда, что там есть все-таки у иностранных студентов список стран, и они могут выбирать, куда поехать учиться? В зависимости от результатов, которые они показывали в учебе. То есть у вас была какая-то еще альтернатива, куда вы могли отправиться? Рассматривали какие-то еще варианты? Еще нет. Нет, не рассматривали. Эрик, то есть вы получаете вот именно бизнес-образование здесь, да? То есть ваше предыдущее образование, оно тоже с бизнесом было связано, не с изучением русского языка. Да, да. С бизнесом. Надо паузу давать, чтобы обдумать, собственно, переварить. Слишком быстро я говорю, я забыла, конечно. Может, медленнее задавать вопросы. А русский язык вы когда вообще начали изучать? Я начинал изучать русский язык, когда я приехал сюда. Ой, вот только-только? Да. Что ж мы вас пытаем-то тогда? Эрик, я должна сказать, вы отлично говорите по-русски для человека, который три месяца его еще только учит. Вы правы, да? Вы только три месяца еще учите его? Совсем чуть-чуть? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть? Чуть-чуть. А с чего началось все-таки изучение? Русского языка? Русского языка. Да, как вы начали его учить? Русского языка? Да. Когда я начинал учиться, было очень сложно. Потому что русский язык, я думал, что это самый сложный язык в мире. Вот поэтому для меня учеба это сложно. Я вам открою секрет, русские тоже так думают про другие языки, что они самые-самые сложные. Ну, как начинается изучение у нас в России языка? С азбуки, да? С алфавита. Вот вы алфавит начали учить или вы алфавит наш знали эти 33 буквы? Алфавит русский? Да. Знали до этого или вот совсем недавно начали учить? Нет, нет. Не знали? Не знали. Большой прогресс, надо сказать. Давай мы немножко Эрику дадим передохнуть все-таки и к Авраму обратимся. Аврам, скажите, пожалуйста, а в Сербии, наверное, все-таки вот как-то русский язык более распространен, чем в Конго? Ну, я не знаю, как в Конго, но в Сербии так большинство старых людей. Ну, родители, наверное, знают и понимают, да? Ну, мои нет. Нет? Ну, так, немножко люди. Немножко. Немножко. А вы как пришли к изучению русского? Ну, моя бабушка, она была профессором русского и сербского языка, но это было просто давно и всегда было... Она преподавала? Да. В Сербии непосредственно? Да. Но всегда было желание просто выучить русский язык. Для чего? Зачем? Зачем еще один язык? Почему не китайский? Китайский это очень сложный язык. Очень сложный язык. Да. И поэтому просто видел, что это шанс увидеть Россию, выучить русский язык. А бабушка как вам начала передавать, передавала вот это знание русского языка? Как? Не понимаю. Или вы непосредственно с бабушкой своей не общались? Не, мы общались, но я был... Кто начал азами-то, азы русского языка вам давать? Ну, вообще, экзамены не были, я был мальчиком, очень маленьким, когда она умрала. А, бабушка, да, бабушка, не успела научить. Ну, так, можно сказать. Так все-таки на основе чего вы начали изучать русский язык-то все-таки? Что за учебники? Да, учебники, азбука, вот, да. Преподаватель по русскому языку у вас был? Да. Был где? В школе? Ну, с Эриком вместе учились, да, на курс русского языка. Так, еще один человек, который тоже три месяца всего знает русский язык. Нет, 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 мы больше... Побольше, да? Не, подождите, я хочу, вы в Сербии вообще не занимались русским языком? Нет, нет, почти нет. Я знал, когда пришел сюда, знал только хорошо и спасибо. Хорошо и спасибо, и здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы хотим вас похвалить, все-таки это большие успехи за столь короткий срок. Спасибо. В освоении великого и могучего. Так, и в чем сейчас заключается занятие русским языком у вас? Заключается? Вот сейчас, вот здесь, в Кирове, да? Вы продолжаете учить русский язык? Да, я учу вместе с Эриком в группе, и, конечно, там на магистратуре терминология просто еще очень сложная. То есть у вас занятия сейчас есть по русскому языку? Отдельные пары, как это называется, вы приходите, в том числе практические занятия, работаете с преподавателем непосредственно? Да. А что изучаете? Какой раздел русского языка? Сейчас это деловой русский язык, да. Деловой русский язык? Да. Это специально для их группы просто. Ну, это, наверное, бизнес-термины какие-то, возможно, да, общение. А бизнес-термины-то, они все практически английские. Что их тут изучать-то? Они должны быть все известны уже. Да? Да. Но мне кажется так. Или не так? Скорее всего, просто деловой стиль русского языка. Да, то есть они учат именно вот эти вот клише, как им нужно общаться, как писать письма, допустим, деловые мейлы. Вот. Я так понимаю, что этим вы занимаетесь, да? То есть у них уже такое углубленное очень изучение, они уже учат не какие-то правила, да, не синтаксис, пунктуацию, грамматику, а именно вот как они должны общаться между собой вот в сфере бизнеса и в экологической сфере, видимо. Так, я тогда хочу задать вопрос. Обучение идет на каком языке? На английском? На русском. На русском идет обучение в университете, да? И как? Все понимаете? Ну, почти так, 80-90%, 80-90% понимает. Кстати, это вот еще разговорные русские, а как у вас с русским письменным? Вы тоже этому учитесь? Ну, делаю в шипке, да, но думаю, стараюсь, что... Но вас тоже этому учат? Да. Писать, писать по-русски? Да, 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 конечно, да. То есть алфавит-то вы все-таки знаете? Да, да, думаю, что уже знаю. Володя, ну что ты задаешь? Ну, посмотри, как говорит наш гость. А ты задаешь вопрос, знает ли он алфавит. Ну, что, наши гости из Китая? Да, Лучан, мы переходим обратно к Лучан. Переходим. Так, а вы как с русским языком? Ну, сначала русский язык мне очень сложно, потому что большая разница между китайским языком и русским языком. И особенно русская грамматика, падеж, число и так далее. Мне кажется, китайская грамматика проще, чем... Ой, мамочки, неужели ты не можешь такого быть? Я рада, что китайский язык — это самый понятный язык в мире. Ну, потому что если один с половиной миллиарда человек его понимает. Полтора миллиарда. То есть каждый седьмой житель планеты у нас должен понимать китайский язык. А вы когда начали изучение русского языка? Только по приезду к нам или раньше? Нет, в Китае я уже три года училась русский язык, а потом... Где, в университете? Да. В университете. Специально посещали курсы? Да, да, да. И еще я была в Челябинске, в Южно-Косторском университете. Там стажировка у вас была или вы там учились тоже? Училась. Учились? Да. А потом к нам приехали? Да, да, да. Сколько же лет, Лу, вы учитесь уже, получается, русскому языку, да? Да. Но я еще чувствую, что русский язык очень сложно. Ну, Лу у нас направление лингвистика представляет. Я так думаю, что более глубоко она погружена в изучение русского языка. Что вы сейчас изучаете? Сейчас? Да, вот касаемо русского языка. Филология. Филология. Ну, а что конкретно-то вот там? Чему вас учат? Ну, слово фразеологизмы. Фразеологизмы. По-китайски как, кстати, фразеологизм? Это чэн ю. Что? Чэн ю. Да? Есть такое слово в китайском? Да, но еще сейчас мне надо писать диссертацию, очень сложно. Диссертацию? Угу. На русском языке? Конечно. И на тему русского, опять-таки, языка? Надо много читать, и очень сложно мне. Тема, тема, это субстантивация. Еще раз. Субстантивация, как часть речи в романе Михаила Богакова, Мазера и Маргарита. Господин филология, вы что-нибудь о чем-то направьте? Субстантивация, я правильно? Субстантивация? Да, да, да. Расслышала. А что такое субстантивация? Я думаю, что сейчас нам пояснит Анна. Да, я очень, конечно, волнуюсь по этому поводу, но я так понимаю, что это переход из одной части речи в другую. То есть вот столовая, там, столовая посуда и столовая как обозначение места, где мы питаемся. Гостиная. Гостиная, да. То есть вот это вот как раз переход из прилагательных в существительные в романе Булгакова. Это диплом по языку, не по литературе все-таки. Да, конечно, просто на основании материала литературного. Анна, скажите, требования по русскому языку к нашим студентам, к русскоязычным говорящим, к студентам иностранцам, они разные? Ну, в принципе, мы обучаемся с китайцами, можно сказать, на одном потоке, и часто у нас занятия проходят вместе. Ну, конечно, преподаватели понимают, насколько тяжело. У них язык абсолютно другой природы, не такой, как наш. Честно, русский язык, наверное, все-таки сложнее именно в том плане, что он очень подвижный. Не-не-не, я не говорю о неком снисхождении понимания, это понятно, все мы люди. Ну, в принципе, у нас программа... О количественных, качественных показателях. Программа у нас одна и та же. Студент должен сделать это? Одна и та же программа. Да, программа одна и та же, дипломы одинаковые абсолютно, зачетные книжки одинаковые абсолютно, и, в принципе, китайские студенты у нас неплохо сдают и экзамены, и зачет. Ну, вот похвалили вас, ну, что вы держите этот, собственно, удар-то такой, да? Хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу, и после этого вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир, продолжаем говорить о проекте «Русский онлайн». Это изучение русского языка не только иностранцами, но и русскими. Посетителями сайта специального, который был запущен, и который мы нашли. «Русский онлайн.ком». Скоро Анна нам пообещала, что он начнет свою полноценную работу. Будут заполняться разделы, да. И я напомню, что в нашей студии гости. У нас тут сегодня интернационал. Помимо Анны Челковой, студента 4-го курса факультета филологии и медиакоммуникации студентки, у нас здесь Лучиан, это магистрант в направлении лингвистика из Китая, Эрик Манзой, магистрант в направлении МБА из Конго, и Авраам Симич, Сербия, магистрант в направлении экологии, и все они учатся в нашем Вятском государственном университете. Да, сейчас мы хотим очень поинтересоваться распространенности русского языка, знания о русской культуре. Вот у вас непосредственно на родине. Авраам, в Сербии как с этим дела обстоят? Можно ли услышать русскую речь? В принципе, где-то на улице, в учреждениях? На улице редко просто можно. Ну, если это не туристы, там не знаю. Ну, в Белгороде, конечно, да, там есть русские туристы, и в Черногории, я думаю, что когда сезон просто летом, очень много русских туристов, можно слышать русский язык на улице. Но так... Какая-то русская символика книги русских авторов в книжных магазинах? Ну, конечно, русская литература самая известная в мире, я думаю, Достоевский, Толстой, Пушкин, Есенин, все это можно найти на сердце. Что вы из русской личной литературы прочитали, прочли? Ну, у меня есть... К чему есть склонности? У бабушки еще есть книги на русском языке, ну, вот, но я не читал на русском, я читал на сребском, конечно. А от Чехова, там тоже Пушкин стихи, Толстая, Достоевский, да. А у Достоевского что? Это по-русскому наказание... Наказание и преступление. Преступление и наказание, да. Это сада. Обычно с Достоевским сразу же, да. Ассоциируется его, называют. Так. Ну, а не читали по-русски-то еще? На русском языке книжки? Ну, так сложные книги. Сложные книги еще на русском не смогут. Вот, подожди, еще у нас получится Аурам полгода примерно, да? И уже будет готов читать на русском языке. Ну, я бы, честно говоря, человеку, начинающему только изучать русский язык, взрослому человеку иностранцу, наверное, Толстого-то бы не порекомендовал. Ну, мне кажется... Что-то попроще, наверное, все-таки вплоть до детской литературы. Да ладно, ну, мне кажется, Чехов вполне себе понятен будет иностранцем. У Толстого эти тяжеловесные предложения, да, там на полстраницы и больше. Ну, тяжело. Понимаешь, о чем я говорю. Да, я понимаю, конечно. Хорошо, переходим к Эрику. Эрик, а у вас насколько широко распространен в Конго русский язык и вообще знание о русской культуре? Русская культура. Но у нас в Конго другая культура. Да. Понимаю. Но у нас в Конго люди очень любят футбол и музыку. Но здесь в России, я думаю, что люди много пьют и курят. Еще дебушек. Но вы приехали и убедились в этом, да? Приехали и удостоверились в этом. Да, да. Много пьют и курят. Ну, это так. Вроде как шутка, да. У нас тоже любят футбол и музыку, на самом деле. Вы же знаете, что у нас чемпионат мира в следующем году будет проходить. Да, знаю. Я уважаю футбол. Так. Ну, вот что вы, находясь у себя на родине, в Конго, знали о России? Интересовались ли вообще, в принципе? Ну, имя президента Путина-то наверняка слышали много раз. Конечно. Путин и он очень известный президент. Еще какие-то вот наши фишки русские. Сувениры там продаются ли в Конго из России. Ну, вот матрешка. Вы знали, что такое матрешка, например? Да, да. Знали? Нет, нет. Не знали. В общем, кроме Путина ничего. Нет, я думаю, что Эрик знал про то, что в России холодно. По крайней мере, когда он собирался сюда ехать, он наверняка уже знал об этом. Холодно. Снег, холодно. А вот знание именно русского языка, Эрик, как вы считаете, оно вам поможет в будущем? И в чем именно поможет все-таки? Изучая русский язык. Для чего вы изучаете русский язык? Ну, понятно, что надо учиться сейчас, получать образование. А в дальнейшем? Вот закончите. Вы вернётесь обратно в Конго, на родину? Я думаю, что... Поближе, пожалуйста, к микрофону. Чуть-чуть. Чуть-чуть нужно придвинуться. Я думаю, что когда я закончу эту учёбу, я уехаю за границу. Так? За границу. Да. На родину всё-таки или в какую-то другую страну? Нет, в другую страну. А почему? Просто... Ну, не знаю, почему. Ну, а какую страну уже, возможно, рассматриваете в качестве места работы, жительства? В Германии, потому что у меня много семей, которые живут там. Родственники, родные, да? Родственники. Представляешь, какой путь у человека сложный? Родился в Конго, учится в России и в Кирове для того, чтобы жить потом нормально в Германии. Что? Прекрасно? Мне кажется, прекрасно. Зато у человека богатый опыт. Вот смотри, мы тут выяснили в перерыве, кстати говоря, что Аврааму тоже богатый опыт. Он успел между жизнью в Сербии и учёбой в Кирове поработать в Америке. Вот так. Да, и помотаться по миру. Да, и помотаться по миру на лайнерах круизных. Так. Клу переходим. Но в Китае, наверное, всё-таки о русской культуре знают больше, чем в Конго. В Китае у нас есть, в отличие от Конго, совместная граница. Нет, я думаю, что там ещё в свете какой-то дружба между двумя странами и долгих отношений. СССР, тогда Китай и Россия, мне кажется, очень-очень хорошие друзья. И сейчас тоже. Но, например, бабушка и дедушка, они тоже немного знают о России. Что знаешь? Ну, всем известно, что Россия самая большая страна в мире. И здесь зима очень длинная. И много снегов. И очень холодно. Но не так холодно, как я думала. Но я уже привыкла. Ещё Пушкин, Чехов, Достой и много-много писателей в Китае очень известно. Например, мы в школе читали по-китайски роман или статьи Михаила Горикова. Например, Максима. Максима Горикова. Извините. Ничего. Я просто Николая Горикова читаю. Мои университеты. И детство в людях. Мы по-китайски читали. Ну, Горький, мне кажется, да, был популярным. Ещё, мне кажется, большой такой класс советской культуры, наверное, в Китае известен. То есть Ленин, да, вот до сих пор популярен, наверное. Всего того, что коммунистическая партия КНР, она, ну, живёт и процветает. Хотя изменил немножко курс. В сторону капитализма. Безусловно. А книжки русских авторов можно купить свободно в китайских магазинах? Да, можно, но... Музеи русские какие-то есть? Ну, очень редко. Театры, коллективы из России приезжают выступать? Да, если в Бекине, в большом городе, то можно. Если в маленьком городе, то очень-очень редко. Исполнителя Витаса по-прежнему любят китайцы? Да, я не знаю, почему он так популярен, но, по-моему, сейчас уже не так популярен. Не так популярен. Да. А каких исполнителей в Китае знают? Российских звёзд эстрады, не знаю, там... Русская музыка вообще популярна в Китае? Её слушают? Можно её достать где-то, послушать? Ну, конечно, интернет сейчас позволяет это всё делать. Да, но мне кажется, что русская музыка, мне кажется, не очень популярна в Китае. Не знаю, почему, но мне кажется, что американские... Англоязычные какие-то, да? Да, но в Китае мы считаем, что спорт в России очень-очень сильный. Спорт. Спортсмены. И ещё живопись. Живопись, да, об этом не упомянули ещё. Лу, вы после того, как здесь у нас получите диплом, диплом ведь, да, выдаётся по окончании магистратуры, вы поедете обратно домой или вы тоже хотите куда-то уехать? Как транзитом через наш город, дальше на запад ещё больше. По-моему, я буду вернуться домой. Просто мои родители, они хотят, чтобы мы вместе не очень-очень далеко. Если просто в России или в другой стране нет моих знакомых или друзей, или кого-нибудь из семьи. А сколько у вас детей, кстати-то? Сколько у вас братьев и сестер? Я и мой мураший брат, ему 18 лет сейчас. Тоже приедет учиться в Россию? Есть такие планы, нет? По-моему, нет. Просто мне кажется, что большинство мальчиков, они не очень любят язык. Изучать? Да. Обычно девушки любят изучать иностранный язык, а мальчики не так любят. Ясно. Анна, скажите, пожалуйста, к Ане Челковой, я обращаюсь. Я так понимаю, есть такое предчувствие, что изучение русского языка студентов-иностранцев, оно не ограничено столько занятиями. Есть, наверное, еще неформальное общение. Вы их тут сопровождаете, куда-то водите, вместе гуляете, рассказываете. Есть такое? Да, конечно, у нас буквально год назад приезжали студенты из Чехии по обмену. Они были за нами, можно сказать, закреплены. То есть мы их водили по городу, показывали какие-либо там достопримечательности. И у нас даже одна девочка, она проживает в Шахунье, передавала им пирожки домашние, когда они ехали в Нижний Новгород. То есть они здесь очень много путешествуют, смотрят разные города. Я вот понимаю так, что Лу тоже была в Екатеринбурге, насколько я знаю, кроме того, что она училась в Челябинске. То есть, да, конечно, чаепитие, рассказываем о своей какой-то жизни, они нам рассказывают. Допустим, мы спрашивали, так же ли популярен у них Гарри Поттер, как у нас. Они кивали нам, говорили, да, 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 очень-очень хорошие книги. Вот, и в следующем году, через год после того, как мы с ними контактировали, наши девочки ездили туда, в Чехию, в Пльзень. И там их, в Чехии, тоже сопровождали везде, показывали им страну. Международный культурный студенческий обмен получается такой, да. Про язык мы все говорим, а мне хочется еще про кухню поговорить. Про кухню. Про кухню. Это программа «Союз нерушимый». Как у вас с этим дела обстоят, да. Союз нерушимый программа «Кухня», да. Ну, безусловно, то, что вы учитесь здесь, это, конечно, бесценный опыт на всю жизнь. А о наших каких-то вот кировских именно особенностях, если поговорить, что вам больше всего уже как-то здесь понравилось, приглянулось в нашем городе? Что больше всего любите? Здания, объекты, заведения какие-то? Аврам, подумайте тоже, ответьте. Ну, может быть, набережная. 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 Набережная нашей реки. Да, красиво. Да, мне кажется, что здесь, в Кирове, ну, это тихий город. Не так, если в Москве, там очень-очень много людей. А вы были лично в Москве? Были? Ну, я просто там путешествовала. Да. И еще была в Екатеринбурге, Челябинске и Питере и Суздале. Суздаль. Во Владимире. Во Владимире. Эрик, вам что нравится в нашем городе? Или что не нравится, может быть? Мне нравится погода. Погода не нравится? Да. Нам тоже, честно признаться. И мне нравится, потому что Киров — это маленький город. Как она сказала, людей очень мало. Людей очень мало. Ну, толк нет больших. Чем в Москву войны. Это плохо, что ли? Да, это хорошо. Это плохо? Это хорошо. Это хорошо, Володя. Хорошо. Хорошо. Я надеюсь, что ребята за время обучения здесь узнают еще много разных наших достопримечательностей. Полюбят какие-то еще места, помимо набережной, погуляют еще где-то. Ну, и обращайтесь к нам за какой-то помощью, поддержкой, информацией. Мы в силу своих, собственно, возможностей тоже можем вам помочь как-то еще глубже, шире освоить русский язык, да, и нашу русскую культуру. Спасибо. Успехов вам в обучении. Спасибо. Чтобы все у вас удачно было, да, чтобы диплом у вас был хороший, понравился всем. Спасибо нашим гостям Анна Челкова, Лучан, Эрик Монзо и Авраам Симич. Завершается на этом программа «Дневной разворот» сегодняшняя. Но я с вами не прощаюсь, я вернусь через 20 минут в программе «Особое мнение». В гостях у меня Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки КОРСОВ 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 Продолжение следует...